Время большой политики на телеканале Хабар. Мы пытаемся разобраться в сути непростых процессов, происходящих в стране и мире. В студии Инсанат Кушкумбаев. Здравствуйте. Сегодня подведем итоги европейского турне главы государства и поговорим о роли Казахстана в качестве связующего звена между Европой и Азией. Азия – Европа. Именно так была обозначена основная тема прошедшего в Брюсселе форума, на котором Нурсултан Назарбаев говорил о необходимости глобального диалога для сотрудничества. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстан заключил СЕС еще в 2015 году. Но задолго до этого Евросоюз начал оказывать последовательную поддержку политики Казахстана по глобальной интеграции, а также широкомасштабным реформам в ключевых областях общественной и социальной жизни страны. Это, в свою очередь, обеспечило создание привлекательного бизнес-климата для иностранных инвесторов. А им, как известно, нужна стабильность. В условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности. Нам необходимо использовать нынешний саммит форума «Азия-Европа» для решения этих проблем. К сожалению, на современном этапе в мире наблюдается недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия. Евросоюз является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. На его долю приходится половина внешнеторгового оборота страны и более половины прямых иностранных инвестиций в Казахстан. 180 миллиардов долларов США – именно столько было привлечено прямых иностранных инвестиций за годы независимости в Казахстан из Европы. Один только Европейский банк реконструкции и развития за это время профинансировал проекты на общую сумму, превышающую 7 миллиардов евро. Сейчас самое время для инвестиций, так как кризис с финансами и ценами на нефть уже позади. Экономика может показать рост. Ваш президент анонсировал и программу по строительству, и это также большие возможности для притока бизнеса к вам. Ряд европейских компаний работают в Казахстане уже много лет, другие только строят планы по партнерству, но все они хотят расширить свою деятельность. И это обосновано. Товарооборот со странами Европы в последние годы растет с завидной стабильностью. В стране в различных сферах действует порядка трех тысяч предприятий с участием европейского капитала. И им открываются новые горизонты. Через нашу страну проходит пять железнодорожных и шесть автотрасс международного значения. Они связывают Азию с Европой через Каспий и Черное море, акватории России, Ирана и Турции. Отныне доставка грузов из Китая в Европу по суше, а не по морю, по времени сократится в четыре раза. Сейчас ключевой момент – это сотрудничество с Китаем и развитие нового шелкового пути. Казахстан очень выгодно расположен на нем и может стать большим игроком в транспортировке. И не только. Следует отметить, что Казахстан открывает миру новые возможности для выгодного ведения бизнеса. В частности, для эффективного взаимодействия с инвесторами и бизнесом созданы национальные компании «Казахинвест» и «Казахэкспорт». При президенте действует Совет иностранных инвесторов. Реализуя инвестиционные проекты в таких приоритетных отраслях, как металлургия, нефтепереработка, машиностроение, химия и производство продуктов питания, предусматривается освобождение от корпоративного, земельного и имущественного налогов. Упрощен порядок получения лицензии и заключения контрактов на недропользование. С вами была «Большая политика». Всего доброго и до свидания.